Вот это не искусство, это совершенство. Это декоративное искусство. Нет, это совершенство понятия искусства. Вот, ты смотришь на эти три красивые картинки. И ты понимаешь, что это совершенство чего-то. Ребята с Перми сказали, что это херня. Я помню. Ты целую неделю ходил и это повторял. Понимаешь, это совершенство, это приятно очень. Оно не декоративное. Это наслаждение души. Не души, а понимание. И искусство это не всегда... Конечно, конечно. Картина точно так же ты не можешь отрицать то, что картинам пишут трактаты. И что эти трактаты нужно читать. А как ты поймешь черный квадрат Малевича? Да, искусство. Это искусство. Это искусство. Я сейчас тебе трактат вытащу, который написан самым важным искусствоведом этого мира. Про мансу шоколадную. И он скажет, что это искусство. Понимаешь? Не надо, это все херня. Это не херня. Оно должно радовать. Оно должно радовать. Оно должно радовать. Искусство для того, чтобы радовать... Ну вот как ты можешь говорить, что, например, если даже вернуться к этому, вот даже к супрематизму Малевича, к его черному квадрату. Как ты можешь говорить, что это херня, не зная, что это значит? Почему мне надо понимать, что это значит? Потому что это история. Я же сам интерпретирую. В этом же все искусство заключается. Секундочку. Есть картины, которые ты сами интерпретируешь. Но есть картины, в которых пишутся трактаты. Но это же фишка искусства. Понимать. Самому. Фантазия. Понимаешь ты? Вот идти дальше. Интерпретировать и чувствовать это. Да. Но иногда... А когда это отсутствует, это уже не искусство. Нет. Это уже дизайн. Но иногда ты должен просто, смотря на картину, ты должен быть в виду, чтобы понять, почему это путь. Хорошо. Тогда не надо никаких галерей, никакие выставки. Потому что масса все равно этого не поймет. Нет. А масса никогда не понимает. Так зачем? Зарабатывая деньги на этом? Потому что стоят куча картин, которые пылью покрываются. Масса никогда не поймет. Пусть засунут их в свой подвал и сидят. И сидят. Рабочие люди никогда не поймут о современной живописи. По одной простой причине. Потому что им никто не понимает. Так не надо выставлять все тогда. Пусть сами сидят в своем подвале и смотрят на это искусство. А-а-а тогда теряет искусство смысл. Частично. Эти же картины, например, эти скульптура, они же не предназначены для масс. масса. То есть Микеланджело его фигурки, которые стоят в Венеции это так тоже просто так. Они декоративные искусства, которые потом кто-то сказал, там же все красиво у этого человека. Там не только красиво. Ага. Но Микеланджело точно так же, как и до Винчи, это не просто точно нарисованная красота. Если посмотреть на Тайную вечерю до Винчи, то он был первый, кто так изобразил Иуду. И в этом был Тайный смысл. Значит искусство в том, кто первый нарисует на подушке или на носке. У меня во-первых такие вот. Или на футболке. Кто передаст идею. Тогда искусство теряет смысл искусства. Потому что когда дизайн в этот момент становится дизайном. Почему? Ты хочешь сказать, что только в дизайне есть глубина? В каждой фигуре можно. В дизайне есть глубина, да? В дизайне? Вообще не так. Есть коммерция. Художники это безработные дизайнеры. Да. Понимаешь? Они просто делают нефиг. Они себя там рисуют что-то. Потом умирают, и потом их продают за бешеные пасы. Потому что понимают, что они хотели сказать этим. Я безработный. Помогите. Они по-другому не могли это выразить. Понимаешь? Где не хватает, отрежь ухо. Да. Да. Опа.